К концу года жить на селе Средний Сантимирного Малоклинского района станет лучше. В населенном пункте идет строительство сразу двух учреждений, так необходимых местным жителям. Фельдшерский акушерский пункт откроется уже на днях. Старое здание уже не соответствовало современным требованиям. Местный фельдшер жилья Ахмедзянова проработала на благо родного села 47 лет. Признается, новый ФАП – подарок и пожилым, и молодым. Когда надо, скорую вызываем тоже очень хорошо. Отзываются, приезжают, помогают. Участковый врач у нас хороший. Всегда и по телефону дает советы, и сама приезжает. Сейчас народ же это старый, уж население пожилое. Болячек очень много. Будем приходить вечером на лечение, на уколы. На строительство ФАПа было выделено 6 миллионов рублей. Закуплено новое оборудование, в том числе электрокардиограф, аппараты ВЛ, дефибриллятор и КГ. ФАП нам построили по программе устойчивого развития сельских территорий. Огромное спасибо губернатору Сергею Ивановичу Морозову, который откликнулся на наши просьбы. И у нас в селе появился новый модульный ФАП. Неподалеку от ФАПа строится дом культуры. Проект типовой, однако сельчане рады. Будет место для проведения праздников и репетиций. Старое здание ДК не отапливалось, поэтому зимой творческим коллективам приходилось репетировать в школе и у себя дома. Новый дом культуры рассчитан на 200 мест. Кроме концертного зала в здании будет место для гримерки, кабинетов для проведения занятий и библиотеки. Мы очень рады, что в этом году у нас откроется новый сельский дом культуры. Естественно, возможности многократно увеличиться. На возведение нового учреждения культуры в среднем сантимире направлено более 16 миллионов рублей. Работы выполняются в рамках двухгодичного контракта. На данный момент залиты полы, завершены работы по электрике, штукатурке, проведены коммуникации. Напомним, по направлению культурная среда национального проекта «Культура» в 2019 году. В Ульяновской области будет построено два новых дома культуры, капитально отремонтирован Ульяновский театр «Кукол», созданы четыре модельных библиотеки. На эти цели направлено порядка 60 миллионов рублей.